Стоимость проезда в общественном транспорте Казани хотят индексировать ежегодно. Татарстанцы жалуются на коллекторов. Каковы доходы рекламного рынка в республике? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Казанские власти планируют каждый год повышать стоимость проезда в общественном транспорте на 1 рубль. Об этом заявил глава исполкома города Денис Калинкин. Однако окончательное решение будет принимать комитет по тарифам Татарстана. Напомним, что казанские перевозчики считают недостаточным повышение стоимости проезда в этом году до 27 рублей. По их словам, это временная мера, которая даст отдышаться и расплатиться с долгами. Однако уже к лету ситуация будет ухудшаться, и тогда вновь придется поднять вопрос об очередном повышении цен на проезд. По мнению перевозчиков, оптимальная стоимость поездки на транспорте должна составлять сегодня 32 рубля. Напомним, что новые тарифы на проезд в Казани вступили в силу накануне. В Татарстане падают объемы рекламного рынка. За первое полугодие прошлого года суммарный доход снизился на 11% и составил 652 миллиона рублей. Больше всего потеряла наружная реклама – минус 35%. В печатных изданиях падение составило 15%. Однако стабильный рост показала реклама на радио и телевидении – плюс 3,14% соответственно. Рост рекламных доходов на телевидение говорит о том, что телевидение востребовано. И о том, что реклама на телевидении эффективна. Конечно, не в простых экономических условиях рекламодатель вынужден сокращать рекламные бюджеты. Мы, в свою очередь, решаем и предлагаем клиенту новые маркетинговые решения для размещения на телевидении. Я говорю не об обычных рекламных роликах, блоках. Речь идет о нативной рекламе, о рекламе, интегрированной в информационные проекты, об участии в дискуссионных прямых эфирах. Все это и говорит об увеличении роста продаж на телевидении. Но для нас самое главное, если реклама эффективна, если рекламодатель доволен, то это самое важное для нас. И рекламодатель несет именно свои деньги туда, где реклама работает. Татарстанцы зачастую недовольны действиями коллекторов. Только в прошлом году они направили около 400 жалоб в службу судебных приставов. Жители республики заявляют о том, что коллекторы превышают свои полномочия, атакуют звонками, расписывают стены в подъездах и угрожают. Напомним, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело против коллекторов, которые угрожали казанскому ветерану убийством из-за долгов за коммунальные услуги. Коллекторы могут лишь информировать должника о задолженности, но применять насилие физическое, либо психологическое, либо угрожать его применением они не имеют права. Разрешено звонить только в дневное время, это в рабочие дни нельзя. Беспокоить граждан с 22 до 8 утра, выходные с 20 часов до 9 утра. И не более одного раза в сутки. Двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи с должником могут проходить не чаще одного раза в неделю. Незаконны также любые действия коллекторов, в результате которых информация о задолженности становится известна окружающим. Например, надписи на стенах, в подъездах, в соцсетях и так далее. Сегодня взыскивать просроченные долги имеют право пять татарстанских компаний. Четыре из них в прошлом году привлекли к административной ответственности. Еще одной выдали предписание об устранении нарушений. Один из татарстанских работодателей ищет руководителя отдела продаж на зарплату до 500 тысяч рублей и менеджера на 360 тысяч. По данным Headhunter, это самые высокооплачиваемые вакансии января. Еще одно выгодное предложение – это работа для специалиста по удалению информации со знанием английского языка. Кандидат может трудиться удаленно или в казанской штаб-квартире и получать при этом до 300 тысяч рублей. Еще одно выгодное предложение января – это вакансия руководителя направления B2C в Челнах с зарплатой до 200 тысяч рублей и с полным соцпакетом, дотациями на питание и вахту. Самым дорогим предложением января для жителей Альмейсовска стала вакансия директора дилерского центра. Подходящий соискатель может рассчитывать на доход от 100 тысяч рублей. Это были новости экономики. До встречи.